Видна улица. А здесь это все так сделано хорошо и четко. По мне очень странно, что в таком объекте есть ограничители дверей. Картонная дверь держится крепко. Написал бы, добро пожаловать домой. Обратите внимание, как все четенько сделано. Криво и косо. О качестве выполненных работы. Полупустые. Не стояло. Красное и белое. Салон красоты. Булочное. Арфамед. Вкус вилл. Друзья, добрый день. Я Андрей Артемов. Мы с вами в Московской области в городе Химки. Химки – один из крупнейших городов-спутников Москвы. Население на январь 2023 года составляло 257 тысяч человек. Жилой комплекс «Рафинад» построен по монолитной технологии. Комплекс граничит с рекой Клязьма и частным сектором. Место живописное. Рядом аэропорт Шереметьево. И над комплексом постоянно пролетают самолеты. 11 зданий из монолита. 8 этажей каждое. Невысотность здания обуславливается тем, что рядом аэропорт и есть высотный регламент. До железнодорожной станции Хлебникова 6,3 километра на автомобиле. Там можно оставить автомобиль и сесть на электричку. Стоимость проезда по карте «тройка» до Белорусского вокзала составит 71 рубль и 37 минут в пути. Или можно проехать одну станцию на электричке и пересесть в метро на станцию «Фистех». В пешей доступности есть и автобусная остановка, с которой можно доехать до станции метро «Химки» или речной вокзал. Первые дома застройщик сдал 27 мая 2022 года. А последнюю очередь 23 марта 2023 года. На сегодня застройщик возводит многоярусный паркинг на 370 машин и мест. Машина-место в котором на сегодня стоит от 686 тысяч рублей. Согласно экспертизе проекта в реке Клязьма водятся судак, окунь, щука, платва и другие виды рыб. Более 30 видов. В Северном пруду тоже есть рыба согласно экспертизе проекта. Уважаемые жильцы жилого комплекса, напишите пожалуйста в комментарии, есть ли все-таки рыба в реке Клязьма и в пруду. Согласно проекта жилого комплекса в подвальной части двухслойная наполовляемая гидроизоляция. С такой гидроизоляцией, полагаю, подвалы всегда будут сухими. Межквартирные стены из газоблока, а внутриквартирные стены из позагребневых плит и то не до самого потолка. Межэтажное перекрытие стандартное в 200 мм толщину. А вот про шумоизоляцию межэтажных перекрытий в экспертизе проекта ничего не сказано. Вентиляция обычная, приточно-вытяжная, а это значит, чем холоднее за бортом, тем лучше работает и вентиляция. Зато класс энергофитивности всех зданий А+. В 500-600 метрах от комплекса школа за номером 30, в которой есть и дошкольное отделение. Согласно официальных данных от школы, вакантных мест нет. Если почитать отзывы на Яндекс.Картах о школе, то можно узнать много интересного. Зато рядом платные частные детские садики. Одно место, в котором стоит 30 тысяч рублей. В комплексе 1603 квартиры и 370 машин и мест в многоуровневом паркинге, который еще не построили. Есть машины места и на дворовой территории, но на всех их она вряд ли хватит. Квартиры в комплексе представлены от студий до трехкомнатных квартир. Квартирография комплекса выглядит следующим образом. Студии и однокомнатные квартиры занимают 37% от общего числа квартир. Двухкомнатные квартиры 40% и трехкомнатные квартиры 23%. Высота потолков от 2 метров 85 сантиметров до 3 метров 15 сантиметров, согласно проекта застройщика. А лично для меня планировочные решения обычные. Во всех планировочных решениях небольшие ванные комнаты и кухни. Для примера взял евро-трехкомнатную квартиру в 64 квадратных метра. Ванная комната чуть более трехквадратных метров. А такая квартира стоит от 12 миллионов 144 тысяч рублей. На момент съемки видео однокомнатная квартира в предчастовой отделке стоит от 8 миллионов 300 тысяч рублей. Или 239 тысяч 831 рубля за один квадратный метр. Кладовки в комплексе стоят от 305 тысяч рублей. На вторичном рынке за однокомнатную квартиру в черновой отделке в 43,3 квадратных метра просят от 7 миллионов рублей. А с ней работы непочатый край. Если обратить внимание на арендный бизнес, то в этом жилом комплексе студию 18 квадратных метров можно арендовать от 2500 рублей за сутки. Однокомнатная квартира обойдется чуть дороже – 3600 рублей за сутки. На длительный период аренды студия обойдется вам в 32 тысячи рублей в месяц. А однокомнатная квартира уже стоит от 45 тысяч рублей. Через реку от комплекса расположен жилой комплекс «Город Набережных», где однокомнатную квартиру можно взять дешевле в аренду от 30 тысяч рублей. Комплекс дан. Идемте смотреть. Нормальное расстояние между домами. Мы видим, что у нас посередине расположены машины, везде идет парковка, потому что парковочных мест пока еще нет их строят. Посередине двора елочка. Деское оборудование здесь, на мой взгляд, достаточно скудное. Но при этом хорошее расположение зданий, то есть нет, знаете, дворов, колодцев и всего остального. Красное и белое, салон красоты, булочная, арфамед, вкус вилл. Здесь уже есть небольшая инфраструктура, чтобы не выходить далеко за пределы комплекса. Тем более, когда за бортом минус 27 градусов. Отмечу, что достаточно хорошая уборка. Мы здесь даже видим брусчатку. Обратите внимание, как все неплохо убрано. Фасады здания это вентилируемый фасад. Для меня большой плюс, что не видно крепление вот этой плитки, которая называется клеймеры. Но сама плитка, как мы видим с вами, смонтирована с разным швом. Где-то тоньше, где-то толще. Ну вот так, местами все достаточно кривенько. Вот такие есть элементы. Странно, что нет никаких заглушечек. Но зато обращаю внимание, если спускаться в приямок, то мы здесь видим нормальную плитку. Мы здесь видим место, куда должна уходить влага, чтобы она здесь не стояла. Вход в подъезды в уровень землей. Ну, например, когда проходишь, нужно стоять прямо практически, чтобы увидеть эту цифру 2, которая сливается, соответственно, с стеклом и самой коробкой двери. Мне бы, конечно, хотелось, чтобы нумерация хотя бы была в таких местах. Ее было бы видно, например, к вам едет таксист, а он не знает, где второй или третий подъезд. А тут были бы большие цифры. Но хотя бы спасибо, что они есть на двери. И есть номера квартир. И понимаешь, что во втором подъезде такая-то квартира, значит, вам сюда. Еще один двор. Здесь такие скамеечки. Тут, знаете, типа что-то такого наподобие амфитеатра. Ну и оборудование для детей. Одно из самых недорогих, что, наверное, нашел застройщик. Хотя нет, знаете, есть еще дешевле. Но могли бы, конечно, что-то сделать и более поинтереснее. Потому что место есть, но дворы такие, знаете, по мне полуполупустые. Из плюсов это наличие мест под кондиционеры. Везде вот такие красивые сетки. Если вот обратить внимание как раз на фасад, вот белая плитка по мне смотрится классно. А уже под кирпич, вот знаете, она издалека смотрится вроде ничего. Но подходишь же ближе. И вот между плитками идет небольшое расстояние. И вот это, знаете, портит весь ансамбль, скажем так, этого фасада на мой вкус. Но, к сожалению, в недавно сданном доме есть вот такие места. Обратите внимание. Это говорит о чем? Совершенно верно. О качестве выполненных работ. Обратите внимание, как все уже отваливается. Это будет разрушаться дальше. Соответственно, нужно все это демонтировать. И заново смонтировать. Что влетит жильцам в копеечку. Ну, либо обращаться по гарантии к застройщику. С гарантией 5 лет. На морозе в минус 27. Оборудование микрофон DJI. Сел на раминут за 15 еще трендец. Так что звук записываю на микрофон телефона. Для меня из плюсов здесь комплекс граничит с рекой. Частный сектор. И очень-очень тихо. И периодически ты слышишь звук пролетающих самолетов. Вот хожу-хожу, а деревьев, как на рендере застройщика, почему-то я здесь не вижу. Ни под снегом их не видно, ни с чем-то закутанных. Вообще их просто нет. Кустарник под снегом. Видна травка. И все. Вот обратите внимание на плитку. На вот эти большие панели. Какое расстояние здесь, здесь. А это крайне сданный дом. Здесь. Все. Криво и косо. За этой плиткой идет воздух, а потом идет утеплитель. И самое, конечно, основное, чтобы утеплитель качественно уложили. От этого будет зависеть, будет холодно в ваших квартирах и будет ли там примерзание. Либо его не будет. Входная группа, 3-й подъезд, квартира со 111-й по 173-й. Заходим. У нас здесь вот такая есть решеточка для того, чтобы обтереть ноги. Это вот так. Чтобы грязь сюда не неси. Здесь уже подбитая плитка. Заходим в тамбур. Большое количество стекления. Здесь алюминиевая дверь. Здесь алюминиевая дверь. Вот это огромный для меня плюс. Обратите внимание, сразу видно, когда ты выходишь на улицу и заходишь, кто-то здесь есть. Кого-то здесь нет. Это, знаете, такая безопасность. Кнопка для того, чтобы открыть дверь и выйти. То есть на нормальной высоте, на нормальном уровне, что интуитивно понятно, куда чего нажимаете. То есть комфортно. Здесь у нас сразу мини-полис Рафинад. И у нас тут идет голосование, набор театральной студии Новорт и различные объявления. Заходим. Ох, тут уже тепло, можно погреться. Такой широченный лестничный марш наверх. Внизу ступенечка, здесь сеточка. Обратите внимание, как все четенько сделано. Большие почтовые ящики. Сюда чувствую, знаете, можно просто спаном засыпать это все. Сделаны нумерации квартиры. Сделано под как раз логотип жилого комплекса Рафинад. Штукатурка обычная, знаете, такая как терка. То есть если прислониться рукой или щекой, то можно и кожу содрать. То есть так себе. Цвета, кстати, нормально подобраны. Черный, желтый, такой серенький. Смоется красиво. Есть даже по ручине. Ну, естественно, отмыть надо получше. Тогда будет по красоте. Здесь у нас по знаку видно, что это колясочная. Тут видно, у каждого должен быть ключик. Лифтовой холл. Здесь комнатка для инвентаря уборочной. Тоже есть значок. Тепло. Тут какое-то место для хранения чего-то. Видим, что почему-то ничего не горит. Попробуем вызвать лифт. Кнопка загорелась. Здесь какой-то индикации я вообще никакой не вижу. Что по мне странно. Большое зеркало, большой плюс. О, лифт приехал. Загорелось, что поедет наверх. Ну, непонятно. Ох, кто вон еще и двухсторонний, друзья. Сейчас проеду. И здесь аналогично почтовые ящики. Заходим в лифт. Здесь даже есть зеркало. И едем на последний, на восьмой этаж. Это у нас, как в проекте от застройщика, это лифты Киона. Это вам не то, что ставят обычно. Здесь есть указатель. Едет тихо, хорошо, его не колбасит. Здесь внутри лифта мы видим антивандальное покрытие из ОСБ. Хотя бы застройщик бы окрасил бы все в белый цвет. Написал бы, добро пожаловать домой. Я считаю, было бы намного приятнее в этом лифте находиться. А то такое ощущение, что, знаете, ты зашел в какой-то небольшой строительный вагончик. Приехал быстро. Выходим. Восьмой этаж. Из плюсов сразу при выходе мы видим, какая квартира, соответственно, на какую сторону. Такие большие двери, где спрятано инженерное оборудование. Здесь мы с вами видим теплощетчики на отопление. По проводам понятно, что есть возможность передавать это все дистанционно. Есть манометр. Есть, вот они, обратите внимание, клапана для сброса воздуха. А здесь все из газоблока. Внутри есть немножечко строительного мусора. Ну, так очень-очень немножечко. А так, в принципе, достаточно все аккуратненько сделано и держится крепко. Нумерация квартир сделана интересно. Дверь 169-я квартира, это, знаете, обычная такая картонная дверь. Когда в советские были панельки, там тоже были такие двери, которые потом все люди меняли, потому что они были просто картонные. Чуть посильнее вытянуть за ручку, и все отломалось. Так, смотрим, что у нас здесь за оборудование. Ага, здесь у нас слаботочечка. Под нее вот здесь видно, что большое количество сделанных труб. То есть можно прокладывать и прокладывать. Ну, если обратить внимание, вот на это место, видимо, уже штукатурка пошла. Соответственно, скорее всего, она пошла, когда крепили коробку дверную к проему. Здесь газоблок. И с газоблоком, к сожалению, такое возможно. Значит, здесь вот именно в этом подъезде видно, что есть разделение дверь, часть квартир здесь. И, соответственно, дверь, дверь, часть квартир здесь. Здесь лифт смотрится красиво, по мне. Есть ограничители дверей от застройщика, что тоже для меня, например, большой плюс. Ну, и, в принципе, смотрится достаточно неплохо. Как вам, друзья? Если зайти в межквартирный коридор, то обращаю внимание, что здесь вот достаточно широкий. Здесь, знаете, по ощущениям даже разъедутся две коляски с детьми. Ну, двери, как мы уже с вами видели, все 100% на замену. По мне, очень странно, что в таком объекте не смогли поставить нормальные, хорошие двери, чтобы люди их не мешали, чтобы их люди, вернее, не меняли, и чтобы было все в едином стиле. Но зато хотя бы нормально красиво нумерация квартиры, и мне нравится, как здесь сделан потолок. Смотрится красиво и эффектно. А чтобы не быть голословным, при помощи моего электронного друга, мы с вами измерим ширину этого коридора, который составляет 1 метр 80 сантиметров. Лестничный марш тоже смотрится красиво. Нормально ограждающая конструкция, которая держится крепко, это просто обычная труба, окрашена такой матовой краской, смотрится классно. С бетонного завода привезены лестничные марши, здесь они смонтированы, вот здесь окраска такая по краешку этого черного цвета, смотрится прикольно. Единственное, конечно, если бы была гладкая штукатурка, по мне смотрелось это более эффектно, но тогда нужно лучше и ровнее, соответственно, штукатурить стены. Также здесь из плюсов, это у нас последний этаж и у лифта, вот все оборудование управления лифтами находится в этом коробе. И короб утуплен вот туда вовнутрь, здесь только вот эта дверь торчит. То есть, знаете, обычно вот все это выпирает и смотрится так не очень на последних этажах, а здесь это все так сделано хорошо и четко. Единственное, что у меня вопрос, конечно, вот к этому цвету, почему нельзя было сделать какой-нибудь зачерненный или хотя бы из серебристого металла дверцы, смотрелось бы, конечно, интереснее. Поднимаемся чуть выше, здесь мы с вами уже видим плитку. Иногда застройщики экономят, здесь просто никакой нет отделки, здесь тоже есть отделка, здесь даже открываются окна, и можно посмотреть на комплекс с высоты уже выше, чуть выше восьмого этажа. Поднимаемся с вами еще выше. И, простите внимание, здесь тоже с отделкой-то все хорошо. А вот у нас здесь должен быть выход на кровлю. Да, здесь все закрыто и опечатано. Но видна улица, вот она щель, через которую уходит тепло, за которую платят жильцы. Мы с вами на первом этаже, я вызвал лифт, чтобы проверить, спустится ли он еще ниже. И обратите внимание, здесь кнопочка есть 0. И это очень удобно. Удобно это для чего? То есть вы везете себе, например, в новую квартиру стиральную машинку, которая весит достаточно много, и чтобы ее на первый этаж натащить пешком, вы ее можете поднять на лифте. Также свои, например, покупки из супермаркета. Молодцы. На что здесь первый обратил внимание, что в прошлом году до 30-го числа, аж на 31-го, председатель подписал, что все здесь убрано. Но обратите внимание, если на этот пол, то видно, что здесь никто никогда ничего не может. Здесь вот это все, друзья, это просто обычная строительная пыль. Интернет, телеком-центр, дом.ру. И обратите внимание, что скорость 100 мегабит стоит 600 рублей, 1000 мегабит стоит 1200 рублей в месяц, а с базовым пакетом телевидения 1400 рублей. Для меня сами здания смотрятся неплохо, особенно издалека. К примеру, белый цвет мне нравится больше, нежели чем вот эти плитки, сделанные под кирпич, которые вблизи смотрятся по мне достаточно так себе. Из основных минусов для меня это отсутствие озеленения. Почему ее нет, так как презентовал проект-застройщик, мне, честно говоря, непонятно. Но, как правило, сдают объект, когда он на 100% соответствует проекту. Значит, так все было в проекте. И рисунки, к сожалению, сильно отличаются от жизни. Река Клязьма на противоположной стороне от нее мы с вами видим там здесь и зоны отдыха, и детские площадки, и спортивные площадки, там воркаут они называются. И можно поиграть в волейбол. Вон, видите, как низко самолетов пошел на взлет, где-то вот там получается у нас аэропорт. Здесь своя набережная, свои мусики. Летом, конечно, здесь вообще очень красиво и душевно, а напротив, обратите внимание, прямо через речку Клязьма, вот он у нас, город набережных от Урбангрупп. Широкая достаточно дорога, скользкая. Даже вот здесь, если обратить внимание на белые плитки, то видно, что между ними разное расстояние. Мы за это, друзья, с вами платим свои деньги. Берем ипотеки на 30 лет. Ну, естественно, хочется, чтобы дом был ровный, красивый, такой же, как и его презентовал застройщик на своих рендерах, а не так, что потом приходишь, ни деревьев, ни крови, вообще ничего нет. Ну, естественно, для меня здесь главный вопрос, это шумоизоляция, потому что все стены к соседям из газоблока. Ну и не считая шумоизоляции перекрытий, потому что про них в экспертизе почему-то ничего не написано. Из плюсов, конечно, это то, что своя набережная, небольшое количество таких мостиков. Сейчас, конечно, зима, но я представляю, когда здесь лето, все зелененькое, красивенькое. Вот здесь видна трава, свет красиво горит. Можно прогуляться с детьми, с животными, с собакой, например, своей. Еще один самолет. Кстати, летает, летает еще очень часто. Хотите тоже рассказать про свой дом, про какие-то особенности, поделиться своим мнением, положительным либо отрицательным, вы можете написать в мой телеграм. Для этого я специально оставил ссылку в описании к этому видео. Друзья, рад был вас их видеть. Обязательно поставьте лайк, не ставьте дизлайк, подпишитесь на канал и поделитесь ссылкой на это видео. А я с вами, как обычно, не прощаюсь, а говорю, до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok